здравствуйте любимые мои сегодня мы посмотрим что подарит вам вселенная до конца этого года устраивайтесь поудобнее мы начнем заранее благодарю вас за ваши лайки и комментарии и подписывайтесь на мой канал чтобы вы не потерялись для начала давайте мы посмотрим в каких энергиях находитесь сейчас вы у вас сейчас состояние как какой-то был третий фактор что-то такое либо три человека либо три задания либо еще что-то тройственное да возможно у кого-то это проиграется что родственные связи видите поповина тут идет которым жезлом связаны поповиной поэтому это возможно что-то родственное кровное родное или кто-то для вас как родной да или ситуация какая-то может быть на работе или еще в какой-то сфере который воспринимается вот как детище как родное при этом посмотрите по колесу фортуны ситуация развивается очень быстро у вас динамично происходят события также колесо фортуны может проигрываться как переход на новый уровень прям вас взяли и подняли выше вот так вот подняли до на другой уровень перевели на другой уровень качественно лучше качественно выше самая главная задача удержаться наверху колеса фортуны так как она крутится постоянно главное зафиксироваться сверху ну может это еще проигрываться как какие-то очень быстрые динамичные движения перемещения возможно повторяющиеся движением вот и посмотрите у вас уже король король мечей рядом до мужчина который приходит в ваше пространство ваш мир вашу энергию хорошо что еще каких еще энергиях вы прибываете было у вас состояние такое знаете как будто как будто не происходило никаких движений ничего вот как раз третий фактор возможно и влиял на эту ситуацию до что все замерло ничего не происходит все как-то затормозилась и сил нет и даже не понимаю как и когда что-то будет какая-то динамика в жизни но по колесу фортуны все начало двигаться да и вот посмотрите приходят паш мечей вашу жизнь да это может быть какой-то ваш поклонник или мужчина или ухажер который за вами наблюдает причем он может наблюдать либо в открытую видите вот у него какой глаз либо он может и тайно за вами наблюдать где-то в соцсетях подглядывать с других профайлов других аккаунтов не со своих или спрашивайте о каких-то ваших общих друзей он коллег что да как у вас в жизни происходит или физически прям подглядывать да где-нибудь там в окно или там где-то следить за вами но именно так чтобы вы не знали об этом вот а у вас при этом вам на самом деле не совсем до этого у вас сейчас процесс идет труда процесс накопления ваших ресурсов вот такой прям знаете методичный процесс видите тут он сидит и куют пентаклики свои так и работа такая какая-то скрупулезная монотонная может быть у кого-то проиграться монотонная работа но она приведет к результату то есть процесс такой наработки ресурсов наработки результата для кого-то прям физически зарабатывание денег фокус именно на зарабатывание денег хорошо а вот посмотрите и вы вышли до королева кубков такая чувственная эмоциональная и тут рядом с вами паш кубков который принес вам в кубке свою рыбку да вот посмотри дорогая с рыбкой принес тебе ресурсы и который надеется на какой-то союз с вами двойственные до по двойке жезлов хорошо но посмотрите какая вы чувственная вся красивая не просто невообразимая с таким кубком инкрустированным камнями до драгоценными и корона тоже инкрустирована драгоценными камнями и накидка прекрасная и пашка он такой же романтичный идет влюбленный вас да это какой ну что значит паш это может быть либо мужчина который младше вас либо даже если он вашего возраста или старше вас но он может проявляться как-то по-детски или приходить по легкости просто вот я влюбился я испытываю к тебе чувства пришел принес рыбку до в кубке но больше пока она на больше у него не хватает ни ресурсов невозможности он почувствовал вот это вот влюбленность он почувствовал эмоции которые его наполнили от вас да и и все и вот он пришел и пока ресурсов то особо нет но в голове у него посмотрите желание до желания с вами построить что-то совместное ну пока только в желаниях хорошо и еще что какой еще энергия вы сейчас находитесь посмотрите что у нас выходит у нас выходит джин прекрасный джин вы королева пентаклей такая статусная для кого-то это проиграется что замужняя или в отношениях вот тут и дети да и семья и у королев пентаклей и дом обязательно и возможно там какая-то работа или доход какой то есть от ее мужчины от мужа видите вот она держит и пентаклик и все у нее четко все у запланировано все она знает что и как делать и как у нее день расписан да какие там у детей занятия куда каждый из ее детей идет в общем она такая при своем интересе при своем статусе ресурсах все у нее налажено она такая спокойно уверенная в себе за мужем или за чьими-то плечами даже если не в отношениях да вы сейчас то все равно значит у вас есть какая-то стабильная работа дом то есть вы четко понимаете что вы не просто там безресурсная да а есть у вас за вами стоит какие-то вот но ресурсы это может быть и жилье или работа или там ну в общем то есть вы уверены и уверены в том что каков будет ваш завтрашний день далее посмотрите вы сейчас в полной своей силе у вас есть не только ресурсы да не только статус но и прям реально у кого-то это физическая сила у кого-то внутренние вот стержень такой да и вы четко знаете чего вы хотите как вы хотите как вы к этому будете следовать то есть сила на все ваши заботы на все ваши хлопоты высшие силы вам прям выделяют эту силу либо вы родились такой вот знаете с внутренней силой может быть это и физически человек такой выносливый да много жизненной энергии вот на все хватает в течение дня можно успеть много дел сделать и даже не не сильно устала и вы посмотрите какая вышла волшебная карта это девятка кубков на причем на королеву кубков вышла девятка кубков смотрите как в этой колоде да она проигрывается это аладин сидит и держит лампу до из которые вышел джин и готов исполнить все абсолютно желания вот и королевы кубков и королевы пентаклей абсолютно все все девять кубков наполнены тем что придумает что загадает аладин и вот он такой удивленный неужели это правда неужели все все желания мои сбывается главное их только загадать и поверить в это и вот вы сейчас находитесь в такой прекрасной волшебной энергии хорошо давайте мы отложим карты пока в сторону и начнем уже смотреть что подарит вам вселенная до конца этого года какие события какие ситуации каких людей все что до конца этого года вам готовит и принесет вселенная смотрите колесо фортуны с него и начиналось видите вот причем в этой же позиции абсолютно точно вас по фортуне жизнь закрутится завертится до конца года просто так вы не будете сидеть вот и и тут тоже в этой же позиции вышел третий фактор на две разные колоды но они просто повторяются интересны вот значит смотрите здесь у вас тоже тройка пентаклей говорит о том что какой-то результат вашего труда уже ощутим уже есть то есть то что вы делали ранее того что вы вкладывались то на что вы рассчитывали то на что вы делали ставку она проигралась вот они ваши ресурсы возможно вам в этой задаче кто-то помогал ну либо люди да двое например да что у вас всего трое либо может быть какие-то партнеры были еще какие-то проекты или возможно это было три каких-то начинания ваших но в любом случае о чем бы не говорила эта карта это суть ее то что уже какого-то ресурса вы добились уже вы чего-то достигли и дальше следуете еще больше и больше будет если вы будете продолжать также делать ну и посмотрите опять вышла королева пентаклей вот она у нас здесь что удивительно как повторяется колода вам собственно вселенной подарит что вы такая статусная уверенная да со своими ресурсами по колесу фортуны вот вас колесо перевело поставила до наверх вы прекрасно удерживаетесь наверху фортуны это колесо судьбы события будут судьбоносные то есть они прописаны в вашей ваших хрониках акаши ваши судьбоносные книги да тем более что они дважды уже на двух разных колодах проигрываются одни и те же карты и вот посмотрите какая королева пентаклей в этой колоде она такая любит себя она такая размеренная она спокойная у нее все прекрасно в жизни она имеет связь с природой видите у нее тут и веточки и какие-то листочки она вот сидит на этих прекрасных подушках да такая спокойная такая умиротворенная такая счастливая но при этом пентакль она свой держит очень крепко это говорит о том что она спокойно так потому что у нее есть ресурсы потому что она четко понимает что она не надо ей каждый день думать о том как выживать нет королева пентакли она принимает дары она такая благородная и ждет когда ей либо принесут дары либо даже если она сама зарабатывает то она четко знает где и как ей какие доходы и ресурсы придут хорошо давайте дальше смотреть что еще подарит вселенная до конца года интересно у вас будет трансформация будет переход на новый уровень но по колесу фортуны мы и так это поняли что будет переход но вот карта смерти это подтверждает и мало того что трансформация да но вы еще по смерти избавитесь от каких-то зависимости от каких-то но по дьяволу разные могут быть это могут быть какие-то и страсти какие-то навязчивые мысли для кого-то это может проиграться действительно как зависимости и вы их побеждаете посмотрите вы выходите в туза пентаклей то есть по смерти по трансформации уходят ваши зависимости и вы переходите вот на королеву пентаклей лес лег туз пентаклей это ресурсы это прям череда каких-то удачных событий это цепочка либо финансовых каких-то прям финансовая река либо каких-то событий для вас максимально удачных максимально ресурсных которые для вас в плюс в плюс и в плюс и вы это заработали ну вот по судьбе У вас тут и тройка пентаклей была, и колесо фортуны, и сами вышли пентаклиевые дамы. То есть это не просто так пришел к вам туз пентаклей. Но для этого обязательно по трансформации нужно пройти отработку ваших зависимостей. Ну какие могут быть зависимости? Для кого-то это алкоголь, для кого-то, может быть, игры. Для кого-то, может быть, просто сладенькое кушать или на ночь переедать. А для кого-то это мысли о любимом мужчине, навязчивые, навязчивые, целый день думаю, думаю, и не могу никак забыть. У каждого это проиграется свое, но в любом случае вы побеждаете, и вы через трансформацию понимаете, как вам прожить и больше не стать зависимым от этих зависимостей. Немножко масло масляное получается, но это именно так. Не вы живете для зависимости, не вы живете для вот этих вот навязчивых мыслей, для вот этих страстей, а они для вас. Вот когда вам интересно будет, когда вы захотите, тогда вы можете это впустить в свою жизнь. Ну, например, сегодня там я хочу устроить себе романтический вечер, поэтому я могу думать там о своем любимом. Подумаю вот там часик, да, понаслаждаюсь, покайфую, перейду в состояние кубочной дамы, да, в такой романтичной. Я подумала, и все. А дальше уже я занимаюсь своими делами, чтобы вот эти навязчивые мысли, они не были навязчивыми. Чтобы вы контролировали этот процесс, чтобы вы выбирали, когда и как, и о чем думать, они мысли руководили вами. Ну, и после проработки приходит Туз Пентакли. Прекрасно. Что еще Вселенная подарит до конца года? Ой, вы посмотрите, прекрасно. К вам приходит Король Жезлов, такой яркий, страстный. Вы посмотрите, какой просто мачо-мачо со своим зажженным жезлом. И тут на заднем плане лев, то есть он и льва не боится, и в нем это сила, да, льва, и страсть, и желание. И он приходит к вам со своей любовью, вот он, со своими чувствами, с букетом. И прискачет он на белом коне к вам, да, и пригласит на свидание или еще что-то предложит. Вот, посмотрите, тут у него уже накрыт стол, да, ковер такой разложен, и тут что-то уже какой-то пикник на природе, и вот уже какое-то письмо, да, сердечное, и букет прекрасный. И все это, посмотрите, и все это по судьбе, это карта суд. Вы видите тут, какой девушка как ангел. Все это вам по судьбе, все это заслуга от высших сил за ваши какие-то предыдущие, ну, жизненные, как вам сказать, жизненные наработки за ваше... Для кого-то это может проиграться какие-то переживания и страдания. Для кого-то за те дела добрые, позитивные, или, может быть, помогали вы кому-то, или просто вот вы делали то, что вы считали там, знаете, как говорят, делай, что должно, будь, что будет. Вот вы занимались тем, что вы можете заниматься, и приносили в мир добро. Каждый по-своему, да, может это делать. И вас за это, вот посмотрите, высшие силы, ангелы, вселенная, они по суду вам, грубо говоря, ну, вот знаете, вы прошли вот это испытание, вы прошли этот рубеж, вы прошли эту таможню. И высшие силы вам вот дают мужчину вот такого вот любимого, с его любовью, с его страстью, с его желанием, с его такой яркостью, просто потому что вы достойны этого. И это и есть вот подарок от вселенной, да. И вселенная говорит, бери, вот, наслаждайся, принимай, принимай наши дары. Бери, ты это заслужила, ты достойна такого подарка от вселенной. Ну и посмотрите, какая прелесть. Вы императрица, вы для этого мужчины, прекрасная женщина. Вот для кого-то это проиграется, видите, какая здесь императрица. Императрица, она беременная. Для кого-то прям на самом деле это проиграется, кому это по возрасту и по желанию есть, что в итоге вы можете забеременеть, или в семье у вас может быть появление ребенка. А для кого-то это начинание может проиграться, какое-то новое дело. Может быть, вы давно мечтали чем-то заняться, тем, что вам по душе не для того, чтобы думать о финансах, зарабатывать деньги, нет. А именно то, что вас как женщину, как императрицу будет наполнять. Императрица, она олицетворяет в себе всех четырех королев. Пентаклиевую, Жезловую, Кубочную и Мечевую. Так вот, то, о чем вы мечтали, то, что вас будет наполнять, то, что вас будет вдохновлять, то, что прям по душе и по сердцу вот это и может у вас проиграться, да, это и может ваше детище быть. И при этом посмотрите, какие замечательные карты. Во-первых, вы уходите от всех ваших переживаний, больше не нужно страдать, как-то тосковать. Вы всё, вы закрываете эту книгу, вот оставляете этот кубок, да, который там, возможно, вы переживали, вот то, что по дьяволу, да, мысли какие-то навязчивые были. Возможно, да, о каком-то мужчине, который там вам, ну, для кого-то это и разбил сердце, а для кого-то просто разочарование было. Но больше вас это не вообще не заботит и не тревожит. Вы развернулись и, не поворачиваясь, уходите. И посмотрите, куда вы уходите. В светлое новое будущее, в вашу новую реальность, в вашу новую вселенную, вот такую вот прекрасную, где уже начинается восход. А когда солнышко взойдёт, будет, посмотрите, что будет, мир, гармония, завершение вот этого цикла, который у вас был. Всё, по 21-му аркану, по миру, вы приходите в такое просто волшебное состояние полёта, свободы, полной, полной гармонии. Посмотрите, тут девушка, она просто счастливая. Она счастлива от того, что она свободна. Она может жить так, как она хочет, и с тем, с кем она хочет, и там, где она хочет. И по миру высшие силы, вселенная, они настолько вам доверяют, они слышат все ваши желания, абсолютно все. Это такое впечатление, что вы держите в руках цветик-семицветик, отрываете лепесточки на этом цветике-семицветике и загадываете желания. И высшие силы, они исполняют все ваши желания на мире, потому что у вас, к вам идёт полное доверие, вы прошли таможню, вы прошли все испытания, вы достойно показали себя. И теперь высшие силы благодарят вас за это. Благодарят на мире тем, что всё, о чём вы думаете, исполняется. Единственное предупреждение вам на мире, что думайте экологично, думайте так, чтобы не навредить никому, не себе. И все мысли там, знаете, иногда люди думают, вот я там дура или дурак, даже просто там, ой, что-то я там не сообразил, или ещё, или просто идёте там, ну и какой-то человек там не очень, знаете, понравился, вот он там какой-то не такой. Так вот на мире все эти мысли, все эти желания, они сбываются, потому что высшие силы всё исполняют. Да, они подумают, какие странные желания там у этой персоны. Но они исполнят, поэтому будьте экологичны, будьте аккуратны в ваших желаниях. Пусть ваш стакан всегда будет наполовину полон, пусть все ваши желания будут позитивные, добрые, во благо людям, из любви, из гармонии, из терпения, терпимости и принятия, из благости. Замечательно. Замечательно. Хорошо. Давайте мы, знаете, что посмотрим теперь, есть ли какие-то предупреждения. Вот вселенная показала, что она вам подарит, а есть, может быть, какие-то, чем-то она вас хочет предупредить, на что вам обратить внимание, может быть, предостеречь, или что-то ещё, на что вам очень надо обратить внимание. Ну, я даже не знаю, какие-то предупреждения. Королева кубков, иерафант, и отшельник, и верховная жрица. Ну, предостережение, да, или предупреждение, что тут можно сказать? Что вы будете, можете быть слишком чувственной, слишком наполненной. Тоже у нас уже второй раз королева кубков уходит, где-то в этой же, причём она позиция была. Вот она, на другой колоде, здесь же, видите, вот, уже повторяется, и в той же позиции. Что, возможно, вы будете испытывать состояние любви, состояние влюблённости, наполненности, чувственности, такой вот нежности, прям, все такие состояния, которые наполняют женщину. Посмотрите, какая в этой колоде красивая королева кубков. Она просто кайфует от жизни, она кайфует от себя, она наслаждается от каждого момента этой жизни. Её кубок просто вот, он тут переливается и всеми красками, да, и из него такие выходят прям лучи энергии, и она вся в этой энергии женской купается. И такая вот наполненная сама, она наполняет, естественно, и своего партнёра, своего мужчину. Ну вот предостережение, да, может быть, будут какие-то состояния, когда вам захочется побыть наедине с собой, для того, чтобы, ну, что-то подумать, пройти какую-то, может быть, переоценку ценностей, как-то заглянуть внутрь себя и понять, что жизнь ваша уже поменялась, поменялась в лучшую сторону. Посмотрите, сколько тут прекрасных карт у нас уже проигралось. и посидеть вот так вот наедине с собой, подумать, и просто, хотя, ну, знаете, как увидеть это лишний раз и сказать, господи, дорогой мир, дорогая вселенная, благодарю тебя за то, что ты мне даёшь такие вот подарки, что ты ведёшь меня так по жизни, по миру, и я это вижу, я это ценю, я этим дорожу. И видите, у вас прям состояние, посмотрите, какие тут прекрасные женские карты выходят. Это верховная жрица, это папеса. Во-первых, она курирует все, всю эзотерику, все какие-то тайные знания. Возможно, вы придёте к тому, вот после иерофанта, после отшельника, точнее, вы придёте к каким-то практикам. Ну, для каждого своё. Кто-то, может быть, также Таро занимается или там рунами, кто-то любыми знаниями эзотерики, медитации, йога, всё, что вам созвучно. А кто-то, даже если не занимается эзотерикой, то просто вот такое состояние, знаете, что приходят какие-то инсайты, приходят какие-то озарения по Песе. Вы можете открывать прям истину для других людей. Вот что-то вдруг вам в голову приходит, какое-то знание, вы это озвучиваете, а для людей это как инсайд, понимаете, вы как несёте какую-то истину. Но также для женской аудитории, для девушек верховная жрица может проиграться как нежность, женственность тоже. Вот она очень созвучна с королевой кубков. Только если королева кубков она такая открытая, то верховная жрица она такая таинственная, немножко отстранённая, но она также может быть загадочная, нежная, женственная и тоже может проигрываться как беременность, рождение чего-то нового, зачатие ребёнка. По Песе всё это очень созвучно с тем, что до этого вам карты сказали. Хорошо, но я уже даже не вижу смысла смотреть дальше, потому что все карты повторяются и собственно мы будем ходить по кругу. Давайте мы тогда посмотрим на эпифорических ассоциативных картах для пробуждения сексуальности. Уж коль у нас опять такая тема пошла. Давайте мы посмотрим подсказку, подсказку от Вселенной, подсказку от ваших высших сил, что они вам хотят сказать. Слушайте, ну я не знаю, у меня в предыдущем раскладе эта же карта выходила. Я не знаю, как можно из 50 карт, вот я при вас достаю, вынуть ту же самую карту. Это просто какая-то мистика. Это настолько высшие силы, они уже не просто говорят, они уже, мне кажется, кричат. Вот. Вот эта карта желания. Просто желай. Желай любовь, желай путешествия, желай семью, детей, поездки, машины, дома, обучение. Вот они путешествия. Главное выбирай, где, куда, наслаждайся своими желаниями, сделай карту желаний, калаш, кайфуй от этого. Просто вот представляй все это так, как будто это уже есть, и как будто ты уже так живешь. И просто наслаждайся каждой секунды этой жизни. Жизнь прекрасна. Ой, ну вы посмотрите, какая чудесная карта. девушка тут лежит, вся в золотистых волшебных звездочках, это дождь такой из золотых звездочек, да, и она кайфует, она наслаждается, она просто расслабленная и настолько спокойная и свободная, да. Посмотрите на эту карту. Для каждого из вас она может проиграться по-своему. Я вам описываю, как для меня звучат эти карты, но метафорически ассоциативные карты работают так, что каждый человек сам смотрит и понимает, какие ассоциации у него проигрываются с этой карты. Поэтому я вам показываю крупным планом, вы можете посмотреть и сами подумать, как для вас проигрывается эта карта и какая подсказка там есть. ну и вот тоже посмотрите какие чудесные просто волшебные карты. Но это кстати карта что тоже необходимо заниматься может быть вот практиками это упражнение из йоги почти поэтому гимнастика для кого-то растяжка любые женские практики любое то, что вас наполняет ваше тело помогает ему быть красивым стройным таким подтянутым и гибким видите тут девушка просто она на восходе солнца с утра раннего на лужайке вот такой зеленой на травке там на дальнем плане это море или небо и вот солнце прекрасное она наполняется энергией солнца и делает свои практики замечательно вот так мы их поставим посмотрите на этот расклад а я вам желаю чтобы все все прекрасные ноты этого расклада они прозвучали и проигрались в вашей жизни до конца этого года я вас бесконечно люблю благодарю за лайки комментарии подписывайтесь на мой канал пишите ваши комментарии мне бесконечно интересно и очень приятно их читать ваши теплые слова благодарности и пожелания это просто отдельная тоже целый мир для меня мир прекрасных ваших эмоций и благодарностей я также делюсь с вами своей любовью и своей благодарностью ответной к вам и под этим видео вся информация обо мне читайте у меня еще есть телеграм-канал подписывайтесь на него подписывайтесь на этот канал чтобы мы не потерялись люблю вас мира всем до новых